С 5 по 9 декабря в Санкт-Петербурге пройдет шестой международный форум «Арктика. Настоящее и будущее». Его участниками станут около полутора тысяч делегатов со всего мира. В работе форума примут участие представители профильных федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, коммерческих компаний и научно-исследовательских организаций. Участники мероприятия традиционно подведут годовые итоги арктической политики страны и сформируют направление взаимодействия власти и общества по освоению арктической зоны России. Как и в предыдущие годы, главным итогом работы форума станет резолюция, сформированная на основе предложений участников по совершенствованию государственного управления в сфере развития арктического региона. Документ будет направлен в Государственную комиссию по вопросам развития Арктики. Организатором форума выступает Ассоциация полярников. В настоящее время открыта регистрация участников 6-го международного форума «Арктика. Настоящее будущее». Также ведется сбор предложений по дискуссионным направлениям форума и инициатив в итоговую резолюцию 2016 года. Снегопад на севере республики побил рекорд 30-летней давности. Об этом накануне на совещании в Доме правительства сообщил заместитель начальника якутского УГМС Юрий Дегтяренко. Он отметил, что в арктических улусах Якутии в течение осени выпала почти 5-месячная норма снега. Такого не наблюдалось уже около 30 лет. Кроме того, на прошлой неделе налетела сильная пурга. Метель в районах продолжалась в течение недели. «Улучшение погоды мы прогнозируем только с второй половины этой недели», – подчеркнул Дегтяренко. Режим ЧАЭС из-за погодных условий уже объявлен в Абыйском и Верхнеколымском улусах республики, где дома замело снегом почти по самую крышу. Занятия в школах и детских садах отменены. Кроме того, из-за обильных снегопадов также усложнилась ситуация по организации зимовки скота и лошадей. Запасы сена промокли и отсырили, передает служба новостей Якутии. В северной столице появится новый музей, посвященный полярной тематике. Выставочный комплекс разместится на Васильевском острове. Инвестор уже подал документы на участок площадью около двух гектаров. Первым музеем в Петербурге, который рассказывал об истории Северного полюса, стал Музей Арктики и Антарктики, расположенный в центре города, на улице Марата. Его основали в 1930 году. Однако два пространства не будут соперничать между собой в поисках гостей. Если экспозиция Музея Арктики и Антарктики посвящена прежде всего природе Северного края и его освоению, то будущий выставочный комплекс на Васильевском подробнее представит техническое и технологическое освещение данного вопроса, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Точную дату открытия нового музея пока не анонсировали. Отметим, в феврале 2016 года стало известно, что музей Арктики и Антарктики не будет переезжать из здания на улице Марата и не перейдет в управление Министерством культуры. Напомню, в 2014 году Росимущество обязало музей освободить здание бывшего Никольского храма. Тогда руководство выставочного комплекса предполагало, что музей может переехать на Новоадмиралтейский остров или на набережную Смоленки. Поток российских туристов на Архипелаг за два года вырос почти шестикратно. Об этом в понедельник сообщил глава Центра арктического туризма Груман при государственном тресте Арктик-уголь Тимофей Рогожин. Он рассказал, что зимой и летом в длительных турах продолжительностью от 6 до 8 дней в Шпицберген посетили 600 российских туристов. В 2014 году этот показатель составил 100 человек. Тимофей Рогожин отметил, что турпоток на Архипелаг растет за счет туристов не только из России, но и Европы и Скандинавии. В этом году в предварительной статистике в Шпицберген побывало около 30 тысяч европейцев, в прошлом году 26 тысяч. Всего Арктический архипелаг посещает около 70 тысяч туристов в год, в основном норвежских. Многих привлекает возможность увидеть девственную северную природу, ледники, фьорды, а также арктических животных, в том числе и белых медведей. Напомню, сейчас Архипелаг Шпицберген официально принадлежит Норвегии, однако и Россия, и Норвегия имеют равные права на хозяйственную деятельность здесь. Во время СССР на территории архипелага добывался уголь. Трест Арктик Уголь, созданный в 1931 году, до сих пор является единственным предприятием, которое ведет экономическую деятельность в регионе. На Шпицбергене осталось два российских поселка, которые могут посещать туристы. Баренсбург и Пирамида, передает Интерфакс Туризм. На Ямале опубликована монография научного сотрудника сектора этнологии научного центра изучения Арктики Стеллы Серпива под названием «Женское пространство в культуре ненцев». В книге представлены стереотипы и роли ненецкой женщины в традиционном обществе, социокультурные процессы, приводящие к изменению ее статуса. Автор показывает, что сохранение традиционной культуры напрямую связано с женским пространством, доступность образования, активное включение в хозяйственно-экономическую жизнь региона, возросшее число межэтнических браков, изменили положение ненецкой женщины в обществе. Тем не менее, по мнению ученого, у представительниц ненецкого народа еще сохранился этнический стереотип в поведении, который передается от поколения к поколению и является залогом сохранения традиционных ценностей, а следовательно требует дальнейшего изучения. Книга подготовлена на основе этнографических источников и полевых материалов автора. Монография представляет значительный интерес для этнографов, религоведов, историков, краеведов, учителей, студентов и широкого круга читателей, интересующихся современным положением народов Севера, отмечают в научном центре изучения Арктики. Презентация книги состоится на научно-практической конференции «Абдория. История, культура, современность», которая пройдет в Салихарде 14-15 ноября. Сразу три проекта из ЯНАУ примут участие в финале общенациональной премии. В Тольяке подвели итоги регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов. В региональном этапе приняли участие 195 проектов из 23 регионов. От Ямала-Ненецкого автономного округа на конкурс были заявлены три проекта. Из Центра развития туризма Пуровского района в номинации «Лучший велосипедный маршрут». Велокольцо. По следам первопроходцев в номинации «Лучший спортивный маршрут. Лыжный переход». Сияние Арктики в номинации «Лучший событийный маршрут. День оленевода». По результатам конкурса все три маршрута заняли призовые места. Теперь ямальцам предстоит принять участие в общенациональном финале премии, который пройдет 18-19 ноября в Воронеже, передает пресс-служба губернатора Янао. Арктический туризм становится все более притягательным для путешественников со всего мира. И Россия развивает это уникальное, ранее практически недоступное туристическое направление. Об этом рассказали в Ростуризме. Круизы в Арктику становятся все популярнее. В Федеральном агентстве по туризму отмечают ежегодную тенденцию к увеличению количества заявок и проходов судов с туристическими целями по Северному морскому пути. Такое положение дел, в свою очередь, заставляет задуматься о системном туристическом развитии Арктической зоны. Рейсы выполняются из Мурманска через Шпицберген или через землю Франца Иосифа с заходом на Новую землю, осмотром птичьих базаров и наблюдением за арктическими животными на скале Рубин и в бухте Тихое, на островах Чампа, Рудольфа. Наибольшую тягу к арктическим турам проявляют граждане Германии и США. Например, в прошлом году в круизной программе приняли участие атомный ледокол «50 лет победы». В Росатоме оператор программы тогда сообщили, что время в пути до полюса составило 99 часов. Во время круиза довольно быстро была найдена льдина, пригодная для традиционной высадки и проведения всех мероприятий. По пути в Мурманск туристы посетили острова Архипелага «Земля Франца Иосифа». Несмотря на высокую стоимость экспедиционных круизов, такие путешествия пользуются огромным спросом, и места на них заказывают за год и даже раньше. Экспедиционные круизы рассчитаны на небольшое количество участников – от 50 до 110 человек на одном судне. Для этих проектов используются суда ледового класса или ледоколы, способные посещать районы, недоступные для обычных круизных теплоходов. Разработку пилотного проекта пассажирских перевозок по маршруту Архипелаг Шпицберген, Архипелаг «Земля Франца Иосифа» начали в 2013 году. Результатом этой работы стали четыре круиза, которые иностранные туристы совершили на судах Сисперит и Бремен. В прошлом году Архипелаг «Земля Франца Иосифа» посетили рекордное число туристов – 1225 человек из 41 страны. Рост по сравнению с 2014 годом составил 78%. Информацию об Архипе и туризме смотрите на сайте trksever.ru в разделе «Арктика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова